Дорогие друзья, всем привет! Многие сомневались, что мы заказали корсет, но вот хочу показать. Корсет пришел. Да, он не такой профессиональный, но пока мы ничего не можем в Пермь попасть из-за этого коронавируса, этот ей вполне хорошо будет. Поэтому сегодня будем на ней примерять. Тут он на липучке застегивается. Будем одевать. Там его каждый день надо носить по 2 часа в день. Тут какие-то вот эти штучки стоят. Тут и вот здесь на спине. Вот такой вот он. Так что на время нам пока хватит, а потом профессиональный, специальный, уже специализированный, мы купим ей корсет. Поэтому не переживайте. Все у нас будет хорошо. Вот такой вот корсет у нас пришел. Всем добрый день. У нас снова похолодало. Сегодня дождик был и холодно на улице. Как видите, я курточку надела. У нас новый день идет. Сегодня у нас должны привезти сухпайки. Поэтому вы это увидите в видео, что мы получим. Обязательно вам покажем. Сейчас мы с мужем пошли в магазин. Муж еще одевается, пока я на улицу ушла. Я сегодня всю ночь не спала. Не могу. Мне что-то состояние какое-то непонятное у меня такое. И всю ночь вообще глаз не спал. Ну, может, часа полтора-два поспала от силы и все. Я не могу. Хотела сегодня с Егоркой ехать в полицию, чтобы паспорт делать. А состояние что-то не очень у меня. Поэтому никуда не поехала. Папа, кстати, дрова привез. Сейчас я вам покажу. Муж привез дрова сегодня. Что-то я даже не видела. Утром, видать, привез. И вы говорите, чем же он у нас занимается? Да вот, ребята, дрова пилит. Видите, тут помните, несколько кучек лежало, три кучки. Доски перебирают здесь, там слаживают. Вот дрова привез. Поэтому у него работы хватает. Дорогие мои, сходила я уже в магазин. Покажу, что купила. Тут много всего. Но в первую очередь покажу. Пакет огурцов взяли. Они у нас по 80 рублей. Да, по 80 они. Вот взяли целый пакет. Салат сегодня будем делать. Сейчас буду делать. Крабовый, да что. Потом взяла сгущенное молоко. Девочки стряпают. И вот сгущенка очень быстро улетает. Взяла ребятишкам вот такие вот печеньки. Они у нас по 204 рубля. На, иди аккуратно, не просыпь. Потом взяла ветчину. Папа может. Мясная. Очень вкусная. Нам она очень нравится. 281 рубль за килограмм. Потом лук зеленый. Ребята, у меня есть свой зеленый лук. Но он маленький еще. И много у меня нынче вымерзло лука. Поэтому приходится, да, покупать. Взяла крабовые палочки. Будем салатик делать. Две упаковочки взяла больших. Потом 3 литра молока. Тут у нас половинка серого. То у меня муж любит серый хлеб. Серый, черный. Это он все любит такой. Потом взяла кукурузу. У нас в магазине путем никакой кукурузы нормально нет. Поэтому вот такую взяла. Наш хуторок какой-то. Попробуем. Булку белого. Чабата. Наш любимый Чабата. Последняя булка была. И муж попросил вот это жито. Покровский хлеб тоже. Вкусный хлебушек тоже взяла булочку. Потом здесь я в пакете обычный лук. Доставать не буду. И яблочек немножко взяла. Вот такие вот в целом у меня все покупочки. Дорогие друзья, шинкую все для салатика. Здесь у меня огурцы с кукурузой. Огурцы вот сами по себе, знаете, как будто какие-то склизкие. Я их вымыла теплой водой. Они все равно какие-то вот мне не нравятся. Че кричишь? Тихо. И вот поэтому я их очищаю. Кожурки. Кожурки. Свинки отдам до животных. Ничего страшного. И режу вот мелкими кусочками. Также режу крабовые палочки. Поставила варить рис. Сейчас муж купит яички. Забыли купить. Сварим яички. Сделаем салатик. Дорогие друзья, привезли нам сухпоек на неделю на четверих учеников. Сейчас покажу, что дали. Не слышишь там? Ну ладно, хорошо. Короче, четыре бутылки масла литровых. Вот такие вот солнечный сток. Потом четыре упаковки макаронных изделий. Четыре упаковки рисовой крупы. Потом два килограмма, наверное, тут сахара. Да, две. Потом дальше. Молоко. Раз, два, три, четыре штуки. И рыбные консервы. Тоже скумбрия. Четыре баночки. И также нам в этот раз дали. Это говядина. Так, два, четыре, шесть баночек говядины на четверых учеников. Это на неделю только. Сказали. Через неделю. Потом сказали, еще будет сухпоек. Ну вот в целом, я считаю, хороший сухпоек. Вообще молодцы. Продумано все. И как бы все есть. Все, что самое необходимое для первого времени. Вот если у кого совсем бедственное положение, это самое необходимое. Это вообще хороший паек. А я сегодня как раз сгущёнку купила. Я же не думала, что в этот раз опять сгущёнку дадут. А из рыбной консервы мы завтра салатик, да, Светик, сделаем. Так что вот такую вот нам гуманитарную помощь. Со школы опять дали. Спасибо им огромное просто. Дорогие друзья, и мы сделали салат. Целый тазик пришлось из желтого переложить, потому что в желтом уже не помещалось. Переложили в красный. Он в два раза больше, чем желтый тазик, да? И вот такой вот салат. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы пошли кушать. Всем добрый день. Это по каким предметам? Так ничего не вижу. Ну, вот в этом походу. Так, тебе ещё, которые не проставили, получается ещё тез давать надо? Да, как я понял. В чём проблема? Это я буду потом делать. Так, дорогие друзья, я готовлю салат. И хотела поделиться с вами новостью одной. Как вы знаете, у нас есть крыски. И у нас крыски рожают, ну, раз в полтора-два года. Один раз. Больше мы им рожать как бы не даём. Потому что, извинения, отвлекусь. Дорогие мои, хотела с вами поделиться радостью. Вот пока готовлю кушать, да? Делаю сейчас салат ребятишкам. Тело поделиться. Крыски. Крыски. Одна, то есть, крыска, это шоколадка. Сегодня ночью родила. Поэтому, скоро вы увидите на канале «Жизнь с домашними животными» видео. Постараюсь заснять, но я пока её не трогаю. Да, многие скажут, вот плодят. У меня крыса рожает раз в полтора-два года. Один раз больше не рожает. Я не даю больше рожать. Просто на любом животному хоть немножко, но родить. Иначе это животное становится агрессивное. Если ему не дать родить. Я имею в виду самочек. Я уже салат почти приготовила. Делаю салат из рыбной консервы. По рекомендации моих подписчиков, добавила туда рис. Что я туда положила в целом? Сейчас я вам покажу. В целом, что я в этот, ребята, салат положила? У меня здесь есть огурцы. Огурцы я очищаю от кожуры, потому что кожура какая-то не очень хорошая, поэтому очищаю. Потом у меня здесь яички, лук, рис, по рекомендации моих подписчиков, и рыбная консерва. Вот такой вот. Опять тазик целый сделала салат. Сейчас буду кормить детей. Но обязательно майонез, соль по вкусу. Там уже сами смотрите. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. Дорогие друзья, я решила вам показать малышей. Смотрите, вот эта вот шоколадка, это моя шоколадочка. И там малышки. Шоколадка? Шоколадка? Иди сюда. Шоколадка. Она закрыла их телом своим. Ну, вот там, посмотрите, какие они хорошенькие. Сколько штук, я еще не считала. Не хочу. Подожди, Марин. Вот там вот наши детки. Да, шоколадка? Я ей как раз вот перед этим, вечером, да, мы чистили. А ночью, видите, она у нас родила клетку. Почистили. Вот такие вот наши малышки. Она всю еду, всю к себе сюда таскает. Но она не одна в клетке сидит. С ней еще Сима сидит. Тоже, мне кажется, беременна. Или она просто старая, толстая. Вот в целом, вот такие вот у нас малышки появились на свет. Мам, я хочу их покладить. Ребята, посмотрите, какие они милые. Ну, штук 10, наверное, тут есть. Вот когда подрастут, потом мы их с вами посчитаем. А пока я их ручками стараюсь не трогать вообще. Мам, я хочу... Субтитры сделал DimaTorzok